Чувашия 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 Ну, говорит, ты оттолкнись. А я оттолкнулся, говорит, случайно. Толго. В космосе же веса нет, отталкиваться нельзя. Просто немножко, видимо, прижался к кресле, нет ли, не летал. И, говорит, так резко я наверх полетел и стукнулся головой. Хорошо, в шлеме. И мне, говорит, вылетел. Нехорошее слово. Первые в мире, в космосе. Тут Андрей, Андрей, знаешь, испугался. Ты что? Ведь попадет тебе, а пускай достанут. Что еще интересно, во время первого полета Андриан Николаев стал и первооткрывателем космических обедов. Трижды в день, принимая специально приготовленные консервы и заваривая кофе. Кстати, и музей он предоставил образцы настоящей, той самой первой космической пищи. А на вкус какое, не знаете, не пробовали? Пробовали, на вкус. Когда мы строили экспозицию, можно было попробовать с разрешения, конечно же, Андриана Егорьевича. Ну, естественно, пища, она, скажем, много ешь, только понятно. Но когда немножко еще хочется попробовать, значит, вкусно. После возвращения на Землю родная республика встречала Андриана Николаева как национального героя. Для этого даже выписали легендарный автомобиль ЗИС-110, на котором могли ездить только партийные боссы. На этом авто космонавт из Чувашии проехал 2 сентября 1962 года по улицам Чебоксар. Коллекционеры охотятся за этой машиной, поскольку эта машина – это чистая отечественная машина. Она более 6 метров, около 3 тонн. Машина до сих пор, что интересно, на ходу. Во время второй экспедиции, это было уже в 1970 году, Андриан Николаев на корабле «Союз-9» находился на околоземной орбите 17 суток, 16 часов и 58 минут, установив первый рекорд по длительности полета. Он сам предоставил музею настоящие листки бортового журнала – космических кораблей «Восток-3» и «Союз-9», заполненные им в космосе. И многие другие экспонаты появились также благодаря ему – скафандры, гидрокостюм на случай приводнения. Это лонжемент, то есть конструкция, которая изготавливается для космонавтов. Устанавливается капсула для того, чтобы там сидеть во время старта и приземления. Вот в таком интересной позе, позе Энгриона. Не каждый музей космонавтики может похвастаться и вот таким экспонатом. Это спускаемый аппарат космического корабля «Восток». Он весит, между прочим, 2,4 тонны и побывал в космосе. Сами космонавты его ласково называли «шариком». Капсула, она настоящая. Она один из стартов, в который летал. Экспериментальный старт, который без животных, без приборами только. Испытательный старт. Вот благодаря опять-таки «Жанре Энгригорьевича» мы сумели его привезти сюда. И вот на сегодняшний день их невозможно нигде найти. Все космонавты сами удивляются, которые к нам приезжают. В этой часовне обрел вечный покой Андриан Николаев. Еще при жизни он высказал пожелание быть похороненным на родине. Его тянуло в родные края. Он очень скучал по деревне, поэтому иного места для упокоения представить просто не мог. Андриана Григорьевича не стало 3 июля 2004 года. Каждый год в день смерти к могиле возлагают цветы. Музей в Шоршеллах пользуется огромной популярностью. За годы работы его посетили более 2 миллионов человек. Здесь проводят занятия со школьниками, организуют для приезжих и местные детворы. Тематические кружки, проходят встречи с космонавтами. Живой интерес к теме космоса проявляют не только дети. Взрослые точно так же с огромным любопытством интересуются, слушают экскурсоводов. И, как правило, возвращаются сюда вновь. Сотрудники музейного комплекса надеются, что им удалось увлечь не одно сердце.